МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда в начале нынешнего века мне доводилось доставлять гуманитарный груз нашим бойцам, воевавшим в Чечне, я в дополнение к другим разным подаркам обязательно покупал в монастырской лавке иконки и крестики. И вот их солдаты-офицеры разбирали сразу же и просили привезти еще. Не потому, что это были сувениры из знаменитой Саровской пустыни. Просто на войне атеистов не бывает. И каждому под пулями хочется верить в чудо. Всякое увидел и услышал я в те годы. Но вот одна история, которую мне рассказали однажды, до сих пор не идет из памяти. А ведь больше 20 лет прошло. Наверное, потому она и помнится мне, что поверить в нее очень трудно. Вот послушайте, простого парня из рабочей питерской семьи в назначенный срок призвали в армию. Вроде бы рядовое событие, какое случается в каждой третьей семье нашей необъятной страны. Но спустя год его направили в Чечню. Как только мать об этом узнала, стала по нескольку раз в неделю ходить в кладбищенскую часовню блаженной Ксении Петербургской. За сына со слезами молилась. А он служил, выполняя тяжелую будничную ратную работу. Мало-мальски светлых радостей на войне не густо. Зато грусти по дому да по родным хоть отбавляй. А тут вдруг неожиданное известие. Мамка приехала навестить прямо на небольшую заставу. Командир оказался человеком душевным. Отпустил сына на полдня в часть пообщаться с самым родным человеком. Те и устроили себе праздник. Сидели на скамеечке, смотрели на далекие синие горы и говорили, не наговорились. Потом сын проводил мать к вертолету. А когда вернулся на свою заставу, заставы не было. Оказалось, что в его отсутствие бандиты внезапно напали на нее и всех перебили. Дослуживать парня перевели в другую часть. А вскоре вот и он, долгожданный дембель, вернулся солдат домой в любимый город. Как положено, стол накрыли, родню до друзей позвали. И вот когда все изрядно выпили, паренек и признался мамке. Вот если бы ты тогда не приехала, не сидеть мне с вами за этим столом. Мать застыла, пристально посмотрела на повзрослевшего сына. Не лишнее ли выпил, не крыша ли поехала от увиденных в его-то годы смертей. А потом, продолжая глядеть ему в глаза, тихонько промолвила. Что ты, сынок, я к тебе туда не приезжала. Да и кто ж меня пустил бы туда? Было это или не было, я не знаю. И не заставляю вас поверить. Просто пересказал то, что услышал. А если это и было, никто и никогда не узнает, кто же приезжал к сыну в облике мамы, в минуту смертельной опасности для него. Не святая ли Ксения услышала материнскую молитву, что со дна моря достанет и из огня спасет. По крайней мере, мать и сын, да те, кто поведал мне эту историю, верят именно в это. И здесь не следует ерничать. Нельзя смеяться над тем, где есть тайна. И не надо пытаться найти какое-то рациональное объяснение случившемуся. Тут проза и какие-то прагматичные рассуждения неуместны. Тут логичнее сердечная песня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Там далеко-далеко в тихом городе Посреди земли одна в темной комнате О спасении моем Богу молится Полуночная моя Богомолица Об одном она молит Храни Господи И всю ночь в окне горят Свечи восковы Чтобы веру и любовь Потерявшая Свет нашла душа моя Заплутавшая Мама, мама, ты одна Не предашь и не разлюбишь В мире этом и другом Ты всегда со мною будешь Я к одной тебе иду В сердце раненая Мама, мама, ты моя Стена каменная Мама, мама, ты моя Стена каменная Но черна неведом путь Тьма бездонная И пророчат беды мне Силы темные Но во тьме Хранят меня Две бессонницы Глаза мамы Да еще Богородицы Говорят, что никогда Не грустила я Знаешь только Ты одна Моя милая Сколько раз Судьбой Без жалости Битая Выживала я Твоими Молитвами Мама, мама, ты одна Не предашь и не разлюбишь В мире этом и другом Ты всегда со мною будешь Я к одной тебе иду В сердце раненая Мама, мама, ты моя Стена каменная Мама, мама, ты моя Стена каменная Оттого меня сломить Беды не смогли Что далеко Посреди земли О спасении моем Богу молится Получная моя Богомолица Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok